Скачав бакрашу по моей ссылке в описании, ты ничего не получишь, а вот за активацию моего промокода хэштег Лоренза ты получишь приятные бонусы на старте игры. Не упуская возможности и не теряя времени, регистрируй свой аккаунт и не забывай активировать мой промокод хэштег Лоренза. Всем пламенный привет, любители криминала, и добро пожаловать на новую часть Охоты на Кидал. Ну и уже по традиции, как и всегда, залетаю на свой любимый авторынок. Гидронитро? А стоит сколько? 70! Сейчас сниму. Довольно-таки забавная ситуация, что чувак продает джигу с гидро и нитро и всего лишь за 70 тысяч. Гоу! Плюс ко всему он показывает мне эту гидру, что уже вызывает некоторые подозрения. Ну а не будем делать поспешных выводов, сейчас я куплю у него эту машину и мы посмотрим. Предложение о покупочке за 70 тысяч рублей, цена верная, значит покупаю. СПС, удачи и тебе. Так, ну что ж, момент истины, проверяем, есть ли здесь у нас гидравлика. А в авто гидравлика не установлено и даже нитро я не вижу. Эй, стой! Нормально! Ненормально, братан, там гидры нету. Вообще ненормально. Но он просто тупо от меня убегает. Но, тем не менее, это не отменяет тот факт, что это у нас скамер. Скамер, который использует у нас читы на гидравлику. А это значит, что сейчас я буду заходить на свой основной админский аккаунт и по полной наказывать этого кидаву. Ну что ж, я перезашел на свой основной админский аккаунт и, как можем видеть, этот кидава у нас уже купил себе новую тачку. И опять заезжает на авторынок, вероятно, для того, чтобы продолжить скамить других игроков. Но это у него не получится, потому что прямо сейчас я буду его телепортировать к себе. АФК Офф Бан. Почему? Он еще спрашивает, почему. Добрый день, уважаемый игрок. Добрый. Как ваше настроение? Как ваши дела? Все отлично? Нормально? Да. А зачем игроков скамим? Как? Читами? Какими? Ну я не знаю, полный спектр, какие у вас. Вы мне расскажите, какими. Как? У меня нету. Ну, откуда взяли? Не, ну вот это, конечно, наглость вообще полная. Просто стоит и в наглость заливает. У меня, говорит, ничего нет. Я никого не скамил. Вы продавали авто минут 10 назад игроку? Нет. ВАЗ-2101 продали вы? Нет. Да. Это моя машина. Докажите. Вот ты какой. Докажите тебе. Вы продали игроку ВАЗ-2101 минут 10 назад. Сказали, там есть гидра. И показали ее. Мне нужно доказательство. Без доказательства я напишу РАЗ-РАБАМ. Ха-ха. Нифига себе. Такой жести я вообще давно не встречал. РАЗ-РАБАМ напишу. Покажите. Не, ну это прям вообще, я даже не знаю, что сказать. Вы отрицаете этот факт? Нет. Значит продавали и заскамили на гидру. Мне нужно доказательство. Без доказательства я напишу РАЗ-РАБАМ. Нет. Блин, пожалуйста, только не пишите РАЗ-РАБАМ. А то меня уволят. Молю вас. Ты специально. Хотите, отпущу вас? Давай. Такой реакции вы ждали, угрожая мне РАЗ-РАБАМ. Нет, вы заскамили игрока на гидру, и это факт. У вас софты на гидру, и это тоже факт. Доказательство. Быстро. Доказательство есть, и его предоставлю старшей администрации. А вы получаете бан аккаунта. Зовите. Кого звать? Мне нужно доказательство. Без доказательств я напишу РАЗ-РАБАМ. Допишите куда угодно. Насколько бан? Навсегда. Старших. Быстро. А еще чего? Быстро. Доната может еще выдать? Нет. В общем, приятного полета на банановые острова. Пошел нахуй. Я твою маму ебал. Администратор Сенсей Волкерс навсегда заблокировал игрока Ера. Пупи причина нонер по обману. Ну что ж, дорогие друзья, самый первый кидал, а заветает ко мне в копилочку. Давно я таких наглых и тупых кидал не встречал. Это просто какая-то жесть. Ну а от вас попрошу обязательно прямо сейчас прожать лайки под этим роликом, потому что чаще всего вы забываете это сделать. Поэтому не забывайте и прямо сейчас прожмите лайк. Ну а я возвращаюсь на авторынок, куда меня подвез вот этот вот чел, за что ему огромное спасибо. Вернувшись на авторынок, я нашел чувака, который продавал свою шестерку за 290 тысяч, на которой, как он утверждает, стоит гидра. Я с ним сторговался на покупку за 280, но почему-то он кинул мне предложение о покупке всего лишь за 249. Наверное, это максимальная цена для продажи данного автомобиля, но ничего страшного, я с помощью команды SwashPay я докинул ему недостающую сумму. И этот игрок, к слову говоря, оказался честным, потому что на машине действительно была установлена гидра, а также все остальное, о чем он заявлял перед продажей. Цена? Цену предложите гидра. Скажи стартовую свою. 300к. Гоу, 300. Толик, он скам. Толик, он скам. Да ну, че он будет скамить? Короче, как только я сел к нему в тачку, чуваки подошли и сразу сказали, что это скамер. За это, конечно же, им огромный респект, но все-таки я намерен купить эту машину и проверить сам. Чел аж в нас вбухался. Есть скам с читом, он скамер, Толик. Там нет гидры, дурак. Он же показал ее. Игрок Сарри Вайт предлагает продать вам транспорт у вас 2170 за 300 тысяч рублей. Покупаю. Ну а теперь давайте проверим, есть ли здесь у нас гидравлика и в автомобиле гидравлика у нас не установлена. Но в целом это было предсказуемо. Ну а кедало уходит в АФК и оффается из игры. А это значит, что пора заходить на свой основной аккаунт и наказывать его. Ну и, к сожалению, после того, как я перезашел на свой основной аккаунт, наш кедало не заходил в игру. Я прождал его примерно на протяжении трех часов, но он, к сожалению, в игру не заходил. Вследствие чего я принимаю решение забанить этого кедала в офлайне.